Ребята, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Третий адвокат по делу Михаила Ефремова рискует лишиться адвокатского статуса. Это уже назвали проклятием дела Ефремова для адвокатов. Это адвокат Андрей Алешкин. Насколько я понимаю, это именно тот человек, который был, так скажем, назначен, нанят Никиты Джигурдой, и от услуг которого отказалась супруга, заподозрив в том, что есть сговор некий с Дворовинским. Это вот такое уничижительное письмо, якобы они с Дворовинским там составили. Я не знаю, кто его составлял, я совершенно не буду утверждать, что это дело Андрея Алешкина. Возможно, Дворовинский ему направил такой свой вариант проекта письма. Но тем не менее, последствия самого громкого судебного процесса уже окрестили проклятием Ефремова. Шутка ли? Сразу два ярких участника дела, Эльман Пашаев и Александр Дворовинский, лишились адвокатского статуса. Но вы знаете, что Пашаев лишился на год, Дворовинский лишился на два года сразу. А теперь пополнить ряды лишенцев может еще один коллега, Андрей Алешкин, адвокат. Этот адвокат, нанятый Никитой Джигурдой для защиты актера, появился уже на стадии апелляции. Он приходил к Михаилу Олеговичу в СИЗО, готовился к заседанию, вел переговоры о примирении с потерпевшими. Однако в последний момент от услуг Алешкина знаменитый доверитель отказался. Супруга отказалась, надо говорить так. А сейчас, как считает юрист, он расхлебывает последствия своего участия в деле. Значит, вот что он говорит. Я столкнулся с удивительным явлением, когда адвокат жалуется на адвоката, говорит Андрей Алешкин. Вице-президент адвокатской палаты Московской области Толчаев попросил возбудить в отношении меня дисциплинарное производство. Соответствующее письмо он направил в адрес палаты Санкт-Петербурга, в которой я состою. Как пишет Толчаев, я нарушил кодекс профессиональной этики и проявил неуважительное отношение к коллегам, что умаляет честь адвокатуры. Но повод совершенно надуманный, говорит Алешкин. То есть, вы понимаете, ну, тоже довольно странно, что в этом деле адвокатов начинают лишать статуса. Ну, Пашаева, Добровинска, теперь Алешкин, поехали дальше. Значит, таких дел огромное количество, и для меня загадка, как и почему Толчаев обратил на него внимание. Не иначе чьи-то происки, полагает Алешкин. То есть, все больше людей, даже вот адвокаты, говорят, ну, чьи-то происки. Просто так не может такое быть, чтобы взяли на адвоката, который даже не участвовал фактически в деле, обратили внимание. Посудите сами, на меня пожаловался ни прокурор, ни следователь, ни суд, говорит Алешкин, ни мой доверитель, в конце концов, с которым я по сей день продолжаю сотрудничать. Это сделал мой коллега, хотя в нашей среде подобное считается недопустимым. О какой корпоративной этике тогда мы говорим? Значит, к тому же сам Толчаев не имеет никакого отношения к этому судебному процессу. Я считаю, что это расправа. То есть, адвокат по делу Ефремова назвал действие по отношению к нему расправой. Как говорят, дело Ефремова похоронило уже ни одного адвоката. Видимо, чем больше мы открыты, чем больше выступаем в суде и в прессе, тем более мы неудобны чиновникам от адвокатуры. А может быть, все, значит, именно в деле заключается. Значит, и дальше. Сейчас в отношении Алешкина идет проверка. Чем она закончится, покажет время. Однако адвокат не исключает, что если исход окажется благополучным, то будут и новые жалобы в отношении него. А потом мне скажут, коллега, что-то частенько жалуетесь на вас. Догадьте-ка я вас статус лишим. Грустно прогнозирует Алешкин. Значит, вот такие дела, вот такие дела. Значит, довольно интересная ситуация, когда третьего адвоката по делу Михаила Ефремова, значит, лишают статуса. И это именно адвокат, который со стороны вот Джигурды был, да, где вот он мог предстать экспертизу, там вот, ну, Джигурда, все документы, которые он показывал. И он называет это расправой в отношении себя. Так что тогда мы имеем? Расправу в отношении адвокатов? Куда дальше тогда? С вами был Будда Гришна, ребят, пишите, пожалуйста, ваши комментарии, что думаете по этому поводу. Подписывайтесь на мой основной канал, на котором сейчас находитесь, на канал саморазвития Будда Гришна. Лайв. Добро пожаловать в мой инстаграм Будда Гришна, нижние подчерки, не офишал. Всем пока, ребят, до встречи.